Я обожаю запах свежей, вечно зеленой хвои во время рождественских праздников. А украшение елки, пожалуй, самый волнующий момент подготовки к торжествам. Но я не могу терпеть искусственные елки с токсичным запахом пластика в своем доме и всегда стараюсь их избежать. У меня есть одна искусственная елка в гараже, покрытая пылью. Я купила ее давно, когда была настолько наивна, что думала, что это поможет мне сэкономить деньги и сохранить окружающую среду. Ну да ладно, если без шуток, какая окружающая среда? На разложение этой искусственной елки могут уйти сотни лет. Но если вы действительно заботитесь об окружающей среде, я хочу поделиться с вами своим опытом. И вы можете справедливо рассудить, если дело действительно этого стоит. Я надеюсь, что многие люди знают, что в общей сложности требуется около 15 лет, чтобы вырастить приблизительно двухметровую елочку. Фермеры обычно сажают полуметровые молодые саженцы деревца, которым уже исполнилось по 5 лет. И потребуется еще 8-10 лет, пока выросшую рождественскую елку можно будет срезать и продать на рынке. Этот факт всегда заставлял меня задуматься о том, как вообще это возможно для фермеров, и как они вообще умудряются получать из этого прибыль. Это же не просто так воткнуть молодое деревце и оставить его на 7-10 лет без ухода. Выращивание деревьев требует много труда, площадей, удобрений, энергии. А теперь посмотрите вот на эту елку Фрейзера в магазине по цене от 30 до 80 долларов, в зависимости от размера. Сколько же лет этим деревьям? 15-20? А знаете ли вы, что пихта Фрейзера находится под угрозой исчезновения в их естественной среде обитания, в Апалаческих горах на юго-востоке Соединенных Штатов? Представьте себе. Молодые деревья начинают давать шишки с семенами, когда деревьям исполняются по 15 лет. Пихте Фрейзера также необходимы особые погодные условия для выращивания. Прохладный и влажный климат с коротким прохладным летом, холодной зимой и обильными снегопадами. Представьте, вот если бы все эти елки не были бы срублены, какой был бы красивый лес. А вот как будет выглядеть праздничное дерево всего через 2-3 недели в вашем доме. Голая, сухая палка, без иголок, очень грустная картина. Я надеюсь, что многие люди относятся так же, как и я, к такому расточительству наших природных ресурсов. И мне пришла в голову мысль, что я могу потратить свои деньги и купить в дом живое, вечно зеленое дерево, не срезая его. И я почти уверена, что это под силу каждому. Где-то в конце ноября я начинаю посещать местные питомники или садовые центры в поисках хорошего вечно зеленого дерева. Обычно примерно в это время многие места выставляют свои деревья в горшках на распродажу со скидкой до 50% от цены на этикетки, потому что сезон посадки закончился. Для этой цели можно использовать множество разновидностей пород деревьев. Например, карликовую альбертскую ель, белую антарийскую сосну, тую, пихту дугласа. В этом году я купила писе глаука по латыни или очарование мантроса, или же белая ель. Некоторые деревья все еще дороги, но некоторые стоят так же, как и срезанная бальзамическая пихта или пихта фрейзера в магазине. К тому же это живое дерево. Представьте себе, если бы я начала сажать по одному дереву каждый год своей жизни, вместо того, чтобы покупать спиленные деревья, я бы уже посадила бы целый еловый сад. И не важно, есть ли у вас дом, квартира, дача, огород или другая недвижимость. Я могу посадить их после Рождества в саду или обратно в дикую природу, а также могу пожертвовать, подарить дерево в заповедник или в городской парк. Главное сберечь пихту до января, и для этого помещаю дерево в широкий контейнер без дренажных отверстий, добавляя немного хорошей подородной почвы, например, чернозем. В нашем доме действительно жарко и сухо, поэтому мне нужно всегда держать почву влажной, и почти ежедневный полив необходим. Я начинаю украшать нижнюю часть елки, обматываю контейнер тканью и новогодней декоративной сеткой. Сначала я оборачиваю лампочки и затем помещаю фигуру ангела на верхушку дерева, а затем украшаю всю елку своими любимыми игрушками. Я буду держать елку в гостиной, потому что здесь прохладнее, чем в других комнатах. Желательно иметь живое дерево рядом с окном или иметь дополнительный яркий свет, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень фотосинтеза. Я выкопала заранее ямку в земле на огороде еще в ноябре, незадолго до того, как земля промерзла. После праздников я вынесу дерево на улицу и посажу ее. Рекомендуется держать дерево в доме не более двух недель, потому что елка может принять теплые температуры за весеннюю пару и может начать преждевременно распускать свои почки. Эти резкие перепады температуры, несомненно, будут большим потрясением для моей пихты, если буду держать ее в доме достаточно долго, и это может снизить шансы на успешную пересадку. Я оставлю ее здесь на огороде до весны, а затем весной пересажу на ее постоянное место, где она и будет расти очень-очень долго, потому что вечно зеленые деревья имеют очень долгую продолжительность жизни и могут дожить до 700 лет. Вот это конкретное дерево писяглаука может жить до 250 лет в среднем. Разве это не удивительно?